всем привет друзья это канал роза заноза и я светлана ну что ж у нас сегодня целый день суббота был дождь а вот под вечер вылезло солнышко поэтому мы выползли в огород в сад чтобы немножко поработать вот поработать сейчас какая работа срезать убирать и чтобы весной все было чисто и красиво вот у меня осталось обрезать вот эти вот два розария небольших перед домом то есть вот этот вот небольшой и вот этот небольшой ну я уже говорила цвести здесь нечему уже все отцвело вот тут несчастная его ранка броль все тут душа душа пытался но уже не вижу смысла мучить чайковский сказал что все больше выглядит сейчас не на чайковского она розу утопленницу но здесь у него еще какие-то бутоны есть но уже не имеет смысла это все держать сохранять на вот надо уже увидеть так сказать картину маслом как ставить дуги как все укрывать поэтому сейчас доврезаю вот эти два небольших розария и не знаю насколько еще сегодня станет останется времени светлого времени суток вот здесь у меня модель так сказать для обрезки было это у нас марк шагал сейчас посмотрим что у нас тут получится после обрезки в лесу раздавался пила дровосека олег сергеевич готовится к зиме распиливает поваленные с нашего участка деревья и складывает их в полейницу зима долгая а тепла хочется так этот барбосяра так тут и обитает не успеваем и приехать как он приезжает от соседа как казалось это вроде как его сосед себе взял но похоже у соседа жить не собирается вот и этот пират задолбал мою собаку просто загрыз ее уже он молодой дури в нем немерено поросенок такой бедная моя дарушка так друзья обрезаю розы и наткнулась опять на проблему которую сейчас в общем то я поняла что у многих вот посмотрите это саженец лоран каброля саженец из мишкиных роз великолепные саженцы все они хорошо цвели но правда развивались хуже чем например тот же чайковский а вот и вот я сейчас за листьями не видно смотрите какой нарост это вот стеблевой рак и он такой прямо конкретный вот уйди отсюда пират честное слово но судьба сколько можно жуть какая-то и же вот сейчас обрежу посмотрим с вами вместе так ребят ну смотрите вот я обрезала эту ветку вообще жопа и вот пожалуйста молодой нарост еще не почерневший вот такая вот ерунда я так понимаю что вот это нам идет из питомников но как бы то есть видимо где-то в питомнике это зараза есть а вот саженцы ее цепляют и у нас уже это все прогрессирует здесь на участках вот такая вот ребята как а прям я так расстроена вообще ужасно да решила ее раскопать побольше смотрите то есть вот тут вот я срезала вот теперь здесь вот вот чё с этим делать посмотрите какой ёшкин кот а ну за что же такое наказание короче мишкины розы лоранка броль но вот 1 лоранка броль которого я обстригала сейчас осень поэтому листочки фигочки ничего не видно она вот вернулась к нему а тут вот пожалуйста и так это в такой прямо активной форме не просто ну и чё чё мне остается от этих кустов если я сейчас срежу чё у меня здесь остается ну это вообще конечно и я расстроена до невозможности просто и такое ощущение что судьба мне говорит цвета нет тебя не будет розария ты зря потратила силы время деньги все остальное но как ну как варанка броль мишкина роза на ёшкин кот но за что же это такое то смотрите короче оба саженца лоранка броля и оба с этими наростами и вот что я сейчас должна делать с этим всем что как чем пролить чем или выкапывать сжигать что мне делать ничего пол розари что ли выкапывать сжигать ай блин так и вот кстати на этом на вот три рал ранка броля на этом кстати тоже было но я его вырезала ту ветку то есть вот но у этого то же самое было но я ее вырезала да подумала ну а пролила фитоловином и подумала что ну наверное это исключение ту ветку я уже не вижу я ее наверное здорово чеканула а вон вот пролила фитоловином и все вот сейчас не знаю даже чё вот это вот тоже какая-то хрень и чё все выкидывать все три куста вырывать так почистила я всю эту клумбу там на заднем плане сидят первого дочки но я имею до осенняя посадка единственное что там у меня сидит очи дефата там помпанелла это вот уже обрезанный этот пьер-де-рансар здесь вайкики это весенняя посадка уже чайковский 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 и вот раз два три лоран ковроля и у всех трех стеблевой рак и в достаточно такой же серьезной степени то есть на ростом не с горошинку а извините уже с пол яйца вот лоран коброль из мишкиных роз то есть это весенняя посадка была ну и смотрите допустим как отличается по развитию лоран коброль и чайковский но это было видно и до обрезки то есть они прям конкретно видны в развитии что они по-разному развиваются так сейчас у меня есть кое-что я не знаю как это работает на при какой температуре но сегодня сделаю это у меня есть фитоловин вот галина баскакова как-то рассказывала о том что препараты ну типа там хорусов топазов скоров на стеблевой рак не действует но вот фитоловин успешно так скажем не лечит конечно но сдерживает распространение в общем сейчас достану так но вот такой вот препарат фитоловин написано что это биопрепарат от болезней и от бактериальных и грибных болезней то есть это у нас бактериальный рак соответственно может быть что-нибудь здесь и случится яблони бактериальный ожог манилиоз бактериальная вершинная гниль это черная бактериальная пятнистость так томаты но томаты конечно но бактериальный рак некроз бактериальная гниль ну елки зеленые не знаю полив под корень сейчас сделаю так 23 настоящих листа ну какую что 23 30 50 миллилитров на растение рассада господи как это сделать то сейчас разберусь короче 2 миллилитра на 2 литра воды сейчас сделаю двойную дозу зараза сейчас еще вам кое-что расскажу ну про наших кабанов все в курсе да про собаку которая приперлась к нам в курсе а теперь у нас появились еще одни кабаны у нас кто-то перед конскую подстилку то есть мы приехали пять дней нас не было рабочая неделя вчера вечером мы приехали я сразу поняла что что-то не то вот то есть вот этот вот выгрызок уже кто-то у нас спер вот вы представляете люди а вот как вот как взять прийти и навалить себе чужое ты что это покупал ты это виоз ты это искал короче что-то какой то я не пойму конец года такое было прекрасное лето и такой конец года как-то я имею виду сезона как-то вот прямо грустный какой-то я не знаю хочу и не хочу сказать неприятное слово прям как вот плюет кто-то в душу кто-то прям гадости какие-то делает и делает вот а еще он я поспорила со своими друзьями что у меня все-таки растет серебристый клён и вот мне нужно мнение экспертов сейчас будем проверять надеюсь вы мне поможете и я победю так это соседский участок вот это вот стоит но сейчас я буду говорить как бы как я считаю до клён мама вот мои друзья утверждают что это тополь вот у него вот такая серая кора вот верхние листочки они такие бледно пожелтели на самом деле у него листья вот они они вот такие с обратной стороны беленькие серебристые их называю то есть как бы ну вот он видите но это же никак не может быть тополем то есть есть тут по моему где-то клён обычный вот он да вот он вот так вот листик клёна обычного а вот листик клёна серебристого просто серебристый клён он не желтеет не краснеет но у него обратная сторона вот такая вот вообще прям серебристая серебристая у этого тоже серебристая может это он же блин у него что два клёна растет короче кора у него вот такая вот серая с красными какими-то вкраплениями там это какой-то крутой клён импортный наверное так вот этот клён у него не импортный точно блин просто все листочки уже пожухли да вот обычный кленовый лист вот он обычный кленовый лист то есть он пятиконечный да ну вот и вот этот кленовый лист он тоже пятиконечный но такой не такой резной вот и этот клюн как я считаю клен серебристый он дает очень много поросли вот откуда собственно говоря его накопала он у соседа здесь тоже покопали эти кабаны вот он вот вокруг прям поросли поросли этого клёна вот а вот тополь у меня есть на участке сейчас возьму листочек надо побольше здесь какой-нибудь листочек по посолиднее вот такой вот посолиднее возьму сейчас посмотрим на мой тополь который ноутополь вот а это наш тополь который тополь вот прям ну он пух с него летит и всякая гадость вот это вот которая положена для тополя и вот листочки у него сейчас найду правда давно их скидывал сейчас вот тополиный листик вот такой он тополиный листик ну такой никакой но это же разница большая итак друзья что у меня растет что вот это это серебристый клен или это тополь скажите нам пожалуйста разберите наш спор друзья но как всегда в ночь как всегда в закате хотя уже закат давно прошел мы тут понимаешь городим с олегом сергеевичем укрытие я не знаю увидите вы или нет но завтра я покажу вам днем я хочу просто закончить сегодняшний день тем что мы делаем у нас были дуги вот эти вот зеленые обычные дуги высокие так как у нас теперь два парника вот мы уже их не используем они у нас просто валяются и есть дуги очень длинные не помочь трехметровые и мой геракл их на пополам рубит поздоровайтесь олег сергеевич друзья добрый день вечер уже вечер вечер да но у нас еще рабочий день так ну как и нормальный простой чек мы на всем экономим и вот эти вот дуги которые у нас лежат уже их наверно штучек наверно 30 потому что парников не было они сверху были просверлены очень хорошо ломаются ну а для того чтобы сделать маленькую дугу просто берешь 200 литровую бочку и обнимаешь и обнимаешь как жену и вот она дуга я сейчас покажу во видите и как раз на ковришке на наши кочерыжки эти дуги очень хорошо подходят розы маленькие самые они как раз очень очень подойдут да вот пока не в этом году маленькие а потом мы будем при при пригибать так друзья на сегодня все у меня к вам есть вопросы я вам уже по клёну спросила вас и по поводу бактериального рака на стеблевого на розах кто с чем сталкивался вообще какие есть предположения как это все приостановить потому что конечно выкапывать три куста лоранка броли выбрасывать но блин просто просто но обидно до невозможности вообще я их только весной посадила и я понимаю у меня была вот старая эксцельза до роза и я на ней обнаружила стеблевой рак на вот но как-то мне испугалась выкопала ее сожгла но тут уже как бы ситуация принимает массовый характер и я хотела спросить может быть кто-то из вас сталкивался и есть опыт с борьбой с этой заразой или считаете что нет смысла бороться просто я думаю ну как бы это не последний случай потому что на самом деле ситуация думаю такая что розы нам приходят уже больные из питомников но вот в частности на одной клумбе мишкины розы вот все со стеблевым раком я еще посмотрю что у меня от них было еще проверю тоже весенние посадки все всем счастливо всем пока всем до завтра